В это 1.27 апреля родились. Николай Тучков, герой войны 1812 года, погиб в Бородинском сражении. Фёдор Уваров, другой герой войны с Наполеоном, отличился в Бородинском сражении лихим кавалерийским рейдом. Фёдор Уваров поднялся на вершины военной и придворной карьер с самых почти низов. Хорошего образования не имел. Весь Петербург потрунивал над его плохим знанием языков. Однажды государь Александр I прислушался к беседе генералов Уварова и Милорадовича. Ничего не понял и спросил устоявшего тут же француза Лонжерона. О чём те переговариваются? Лонжерон, извините, государь, я их не понимаю. Они говорят по-французски. Но были два качества, которые всё искупали. Фёдор Петрович был невероятно предан императору Александру. И, несмотря на активную придворную жизнь, отличался безумной храбростью на поле боя. Прикрыл отступление русских войск под Аустерлицем. С твёрдостью сохранил до конца сражения порядок в командуемых войсках. За что получил святого Георгия Третьей степени. Был тяжело ранен под Смоленском, что не помешало уже очень скоро быть ему на поле Бородина. А там лихой рейд Уварова и Казаков Платова на два часа смешали планы Наполеона и задержали его гвардию. В 1824 году Фёдор Петрович заболел чахоткой и умер. Однако оставил по себе добрую славу. И не только как кавалерист. Напоследок он завещал 400 тысяч рублей на возведение памятника всем своим сослуживцам-гвардейцам. Этим памятником стали Нарвские ворота в Санкт-Петербурге. В этот день, 27 апреля 1636 года, на юге России основана крепость Тамбов. 27 апреля 1702 года Пётр I сдал манифест о ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания. Из Европы начали прибывать корабельных и огнестрельных дел мастера, строительные и военные инженеры. 27 апреля 1812 года прошло вручение Наполеону дипломатической ноты императора Александра I с требованием освобождения Шведской Померадии и Пруссии. Это стало дипломатической прелюдией к войне 1812 года. 27 апреля 1638 года был арестован ученый-физик Лев Ландау. Он был обвинен в шпионаже в пользу Германии. Спустя 30 лет Ландау получит Нобелевскую премию. 27 апреля 1941 года умер исповедник-пресвитер Александр Орлов. Александр Васильевич родился в 1878 году в селе Маковеево Рязанской губернии в семье учителя церковно-приходской школы. В 22 года он стал служить псаломщиком в церкви родного села, а в 1919 году стал диаконом из жития. Диакон Александр часто посещал известную в тех краях подвижницу, жившую в деревне Анимнясево-Касимовского уезда, Блаженную Матрону. Она и посоветовала ему рукополагаться во Иерея к находящемуся в четырех километрах от Анимнясево храму. Однако в разгаре было уже время безбожной власти. Большевики были жестокими к священнослужителям и особенно к местным проповедникам. Завели дело на Блаженную Матрону, а вместе с ней и на Александра Васильевича. Священника обвинили в антисоветской деятельности и создании группировки, поклонявшейся Блаженной Матрёше Беляковой. За это он получил пять лет заключения в исправительном лагере. Освободившись, исповедник отправился в село Митино, куда переехали его жена и дочь. Лагеря оставили такой сильный отпечаток на пресвитере, что даже супруга сразу не признала мужа. На свободе Александр Орлов прожил менее года. Слишком сильно подорвало здоровье пребывание за колючей проволокой. 27 апреля 1945 года в ходе берлинской операции Красной Армии начался так называемый Адербергский десант. В апреле 1945-го Советская Армия начала берлинскую наступательную операцию, решающую удар по столице нацистской Германии. Через 10 дней первой части уже вели шторм Берлина. Но к северу были немецкие дивизии, которые могли ударить красноармейцам в тыл. Чтобы ликвидировать угрозу, пришлось отправлять десант через реку Одер. Форсировали водную преграду неподалеку от городка Одерберг. На задание отправилась небольшая группа из 11 катеров и трех полуглиссеров Днепровской военной флотилии. Их специально привели сюда, в самое сердце Третьего Рейха. Несмотря на сопротивление немцев, высадка десанта на западном берегу Одера прошла с минимальными потерями. Через пару часов солдаты вермахта начали отступление. А некоторые катера пошли дальше в канал Гогенцоллерн, что спровоцировало еще большую панику в рядах немцев. Никто из них не ждал под Берлином советских десантных катеров. Уже к вечеру 27 апреля последние очаги сопротивления были подавлены. Наступлению Красной Армии на Берлин ничего не мешало. 27 апреля 1659 года СССР и Египет заключили договор о строительстве Асуанской плотины на реке Нил. Таким был этот день 27 апреля.